Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко. Главальные финансовые рынки продолжили свой рост. Вчера американский фондовый рынок от половины процента до процента с четвертью вырос. По промышленному индексу Dow Jones и высокотехнологичному индексу Nasdaq. Соответственно, в Китае продолжаются такие медленные, ну и на самом деле едва заметные послабления в карантинных ограничениях. Но этого оказалось достаточно, чтобы всего за две с небольшим недели индекс биржи Гонконга взлетел на треть сразу. Сегодня этот рост продолжается. У нас напротив уже который день, да и наверное даже которую неделю продолжается по большому счету консолидация. Если смотреть индекс Московской биржи, вялое сползание. Если смотреть индекс РТС за счет такого же ослабления рубля. Ну вот накануне индекс РТС потерял 0,2% от 1097 пунктов значений. Сейчас фьючерсы на российские индикаторы также еле-еле заметно снижаются по отношению к этому самому закрытию. Курс рубля, если смотреть к евро и к юаню, не меняется. Если смотреть к доллару, то на фоне продолжающегося вот этого рекордного обвала курса доллара в мире, ну даже мы видим продолжение по сути той консолидации. Около четверти процента рубль добавляет перед открытием. Посмотрим, что будет дальше. Ну и как раз сейчас поговорим о перспективах. Не только рубля, да и возможно не столько в целом о перспективах нашего финансового рынка и нашей экономики. Вот на фоне такого поведения энергетического рынка нефть продолжила свое падение. Причем, если брать классические все рыночные индикаторы, то как нефть реагирует на события, то действительно рынок нефти демонстрирует серьезные, весьма серьезные признаки слабости. Здесь был новый минимум зафиксирован за последние 12 месяцев. Ну и сейчас формальный отскок 76,60 дают за бочку нефти марки Brent. А вчера аналитики Центрального банка заявили о серьезных проблемах вот этого самого потолка цен на нефть, которые ждут нашу экономику. Ну а Минэнерго, что называется, сказала, что нет, ребят, не совсем так. А вот что наши эксперты скажут? Разберемся с ними в этом вопросе. Вопросе у нас на связи Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития и аналитик нефтеказового сектора Дмитрий Лукашев. Господа, доброе утро. Доброе утро. Сергей, вот вы в данном случае за красных или за белых? Вот ваше мнение, будут ли действительно от тех действий Запада уже по очередным санкциям, которые вступили вроде как в действия, насколько вы ожидаете больших проблем или, может быть, нет и почему? Ну, вы знаете, спор о том, что стакан наполовину пуст или полон, он бессмысленен, потому что все равно там не хватает половины жидкости. Также и про санкции. Ну, говорить о том, что санкции каким-то образом не влияют на экономику, ну, это абсурдно. Просто влияние может быть разным. На мой взгляд, потолок цены на 60 долларов, вообще, в принципе, сама система потолка цены, она не так сильно влияет. Эмбарго, ну, опять-таки, да, конечно, влияет. Но мы к этому были готовы еще полгода назад, и за это время много что поменялось, для того, чтобы начальство в декабре вообще не обрушено. Безусловно, Сергей, безусловно, конечно, но вот мы же говорим о том, что в следующем году будет, да, и я думаю, что для наших аналитиков из Центрального банка, ну, в общем, они тоже это прекрасно понимают. Вот ваше мнение, вот в следующем году, насколько уже действительно вот эти, ну, если, да, исходить из этой логики, получаются некие формальности, да, насколько они будут оказывать влияние уже на нашу экономику? Может быть, это будет давление, может быть, нет, может быть, вот насколько мы действительно уже приспособились к тому, что происходит? Вы знаете, мне кажется, что в физическом плане мы в следующем году точно по добыче не просядем, если, конечно, мы не будем в рамках сделки ОПЕК+, снижать добычу. Вот это более вероятно, и шансы на это очень велики. Самый главный лист следующего года, это не рост цены или там дефицит, а как раз обратное, это снижение цены, то есть ползание от 80 и ниже. И как раз это более важно, потому что на доходы бюджета именно это будет влиять. Если, конечно, при этом рубль не ослабнет, то это повлияет, конечно, на снижение доходов. Если рубль будет ослабляться, ну, как минимум в такой же пропорции, то и больше, то, в принципе, этот бюджет ничего, может быть, и не потеряет. Но риски совсем в другом находятся, не про физические объемы добычи. Ну вот насчет бюджета, здесь, честно говоря, вопрос. Ну, во-первых, у бюджета есть и много других историй. Давайте вспомним, не знаю, весну 2020 года, когда там WTI в моменте вообще стоила там сильно ниже нуля, вот, и Brent был ниже 20 долларов, и мы не видели особенных проблем, хотя бочка о нефти в рублях там провалилась почти до 1000 рублей за бочку, а сейчас она стоит 4800, если брать Brent. Ну, понятно, сюда нужно добавить дисконт. Ну, если мы вернемся на 4 года назад, то увидим, что мы, собственно, находимся сейчас по рублевой цене Brent на пике цен 2018 года, когда все просто там, ну, купались в деньгах. Объемы поставок с этого времени выросли. Плюс ко всему у нас рекордные объемы там экспорта других сырьевых товаров, там, золота, да, пшеницы. Да, есть некий дисконт при этом, но и отток капитала сильно снизился. Дмитрий, вот как вы оцениваете, достаточно ли нам, вот, допустим, текущей рублевой цены на нефть? И вообще, вот, ваш взгляд на эту ситуацию, вы согласны с коллегой, или у вас здесь какое-то свое отдельное мнение есть? К сожалению, я не могу прокомментировать бюджетный вопрос, бюджетный будет бюджетирование Российской Федерации, потому что мы занимаемся... Но у нас в целом экономика пересудит бюджет, это отдельная история. А, но с чем я точно не согласен с коллегой, это то, что прайскейп, приденный эмбарго, никак не повлияет на наши объемные цены. По факту это уже повлияло, просто весь рынок ожидал, что мы не будем участвовать в прайскейпе, и в том формате, как этот прайскейп все заявлен, единственная возможность не участвовать, это делать прайску, когда что-то мы не продаем ниже 60. Поскольку любая сделка ниже 60, по факту, является... Проходит в соответствии с прайскейпом, так заявлено. Там нет никаких присоединившихся стран, против которых мы собираемся ввести какие-то санкции, там нет никаких других заявительных вещей. И любая сделка ниже 60 долларов проходит в соответствии с прайскейпом. Поэтому, если вы не хотите участвовать в прайскейпе, вы говорите, что мы продаем ниже 60. И это именно то, что мы говорили, это именно то, что закладывали рынок в преддверии введения прайскейпа. И поскольку мы ничего конкретного не ответили, рынок сейчас падает. Поскольку все затарились, запомнили свои хранилища потребителей нефти и нефтепродуктами, и ожидали то, что после введения прайскейпа, прайск, кажется, в поставок ниже 60, что приведет к дефициту и просто цен там на выше 100 долларов. И поскольку пока это цена не реализовала... Митрий, а тогда какие основные риски вы видите? Вот Сергей видит основные риски как раз, собственно, в том, о чем вы сейчас говорите, то есть в цене на будущий год. Какие видите риски вы и, может быть, кроме рисков, что-то в другую сторону? Все зависит от того, как мы будем реагировать. Если мы все-таки не примем прайск, именно не примем, значит, поставим прайск слово, ну, по цене, не будем продавать ниже 60. Конечно, у нас будут риски по добыче. И, безусловно, изначально добыча сильно просядет. Не знаю, может быть, на 15%, может быть, более того. Для того, чтобы сформировать дефицит, который, собственно, и должен сформировать рост цен на международных рынках. Потом, по мере того, как... На самом деле, нужно понять, извините, я поясню здесь. На самом деле, никто не боится европейских санкций, потому что они очень плохо выражены, и они не страшны. Чего боятся наши контрагенты, транспортные страховщики? Это то, что на них внезапно ведут американские санкции. Сейчас они никак не прописаны, не сформулированы, их вообще нет. Но американцы, они хозяева своего слова, могут в любой момент его ввести и наказать их. Поэтому люди опасаются именно американских санкций. И именно этими опасениями изначально будет сформировано ограничение по доступному нам флоту. Вот мы думали, что примерно 1200 судов, мы оценивали, 1200 судов, которые были нам доступны до короля, порядка 700 судов именно танков по сырой нефти, которые могли быть нам доступны до ноября. Да, Дмитрий, согласен. Но вот тоже коллеги, например, пишут о том, что Россия очень активно так называемый серый танкерный флот сейчас формирует. Ну и явно его стали формировать там не сегодня, а за какое-то время. И действительно с ним многие связывают вот успехи в обходе вот этих самых санкций. Ну посмотрим, увидим, как будут развиваться события. Видите, какое разное мнение у наших экспертов. На самом деле, тут вообще недавно появилось мнение о том, что действительно вот все это было сделано для того, чтобы просто снизить цены. И в общем-то все. И пока цены действительно снизились. Спасибо огромное нашим экспертам. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития и аналитик нефтегазового сектора Дмитрий Лукашев помог нам в этом разобраться. Действительно цены на нефть снизились. Ну и не только нефтью жива текущая неделя. Собственно сегодня в 14.10 у нас на телеканале будет программа «Индекс недели» с моим участием в том числе, где мы полностью подведем итоги всего самого интересного, что было в экономике на этой неделе. Ну и естественно с взглядом в будущее.